Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Дорожная полиция на постоянной основе Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Одним из таких деяний является правонарушение, связанное с выездом в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения. Можно отметить, что основной задачей проведения таких мероприятий является именно профилактика. Частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, предусмотрено ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей лишения права управления от 4 до 6 месяцев. Если штраф вынесен впервые при условии, что он будет оплачен в течение 20 дней с момента его назначения, то законом предусмотрена оплата только половина суммы. Или же для добровольной оплаты штрафа в полном объеме, то есть 5000 рублей в течение 60 суток. Однако по истечении указанного срока постановление передается судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания суммы. Повторное совершение указанного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. В случае выявления данных правонарушений камерами фото- и видеофиксации штраф предусмотрен в размере 5000 рублей. Однако в данном случае оплата половины суммы назначенного штрафа законом не предусмотрена. Следует иметь в виду, что законодательством предусмотрена и уголовная ответственность, отметил Заур Харатоков. В случае выезда в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, за деяния, которые предусмотрены частью 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ответственность за деяние данной категории предусмотрена статьей 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, где предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей с лишением права управления сроком до 6 лет, а также предусмотрено лишение свободы сроком до 2 лет. О состоянии аварийности на дорогах республики в этом году рассказала заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Она отметила, что уже за 5 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 26 человек и 183 получили ранения. Указанный период на территории республики зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 2 ребенка погибли и 19 получили ранения различной степени тяжести. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами их совершения по вине водителя являются нарушение правила расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда перекрестка, выезд на встречную полосу движения, в том числе в местах, где это запрещено. Нарушение правил проезда пешеходных переходов. Еще с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в надзоре за дорожным движением используют автомашины в стандартном исполнении. Данный транспорт передвигается в общем потоке. При выявлении правонарушений сведения о нем передаются ближайшему наряду ДПС. Альбина Ланкова, Мухамеда Шибока, Вести, Корчаева, Черкесия. В Черкесске прошел второй этап квалификационного экзамена у соискателей, проводящих экскурсии по Карачаево-Черкесии. Уровень их подготовки оценивала экспертная комиссия, в составе которой были представители исполнительной власти, образовательных и общественных организаций. Подробности у Али Баташева. Большинство гостей приезжают в Карачаево-Черкесию с однодневным визитом. И в зависимости от того, как гид проведет экскурсию, такое сложится представление о нашей республике, ее народах и культуре, считает член экспертной комиссии Шамиль Хубиев. Критерии оценки следующие. На сегодняшний день от экскурсоводов очень многое требуется. Во-первых, они должны обладать грамотной речью, хорошей дикцией, чувством юмора, артистизмом, коммуникабельностью, так как им представлены на этот день люди. А люди же попадаются, они разного направления. Это могут быть от ученых, заканчивая водителями городских транспортов и так далее. И поэтому речь, информацию, которую они должны подавать, она должна быть четкой. Неизменный спутник Николая Платкина во всех поездках – портфель экскурсовода. В нем репродукции древних фресок храма Фоланского городища, фотографии звездного неба и неповторимых красот природы Карачаева-Черкесии. Есть образцы полезных ископаемых. Особый интерес представляют украшения и артефакты 4000-летней давности, которые по закону гид может взять в музей на прокат, чтобы рассказ был достоверным и опирался исключительно на факты. Николай проводит экскурсии с 1965 года. В этом году ему исполнится 80. Я практически уже знаю потребности экскурсантов как того уровня, который мы называли советским временем, так и сегодняшний, нынешний. Они интересуются не только рассказами и просто фантазией. Допустим, все с удовольствием посмотрят советский альбом «Адамбай». Или, допустим, посмотрят все мои снимки, которые касаются всех замечательных мест. Мы привыкли говорить «Швейцария» и «Карачаев-Черкесия». Мне кажется, наоборот, надо поменять местами эти слова, потому как здесь водопады, озера, все замечательные места. По действующему законодательству для осуществления экскурсионных услуг необходим аттестат экскурсовода или гида. После прохождения аттестации экскурсоводы получают аттестат, который утвержден Министерством туризма и коротов Карачаево-Черкесской республики. Это будет в формате, также будет формат нагрудного бейджа с фотографией, со всеми данными экскурсоводами, чтобы турист мог видеть, квалифицированного именно экскурсовода и уже обращаться к нему. Квалификационный экзамен сдавали семь заявителей. Все они прошли испытания успешно. Али Баташев-Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. На Красногорских МГЭС прошел художественный пленер «Энергия России» для учащихся в детской художественной школе «Черкеска». Все началось с экскурсии по территории станции, на которой они узнали историю строительства, ее особенности и предназначение основных гидротехнических объектов. Гостям рассказали, что новая станция была спроектирована и построена в современной России и олицетворяет собой передовые достижения инженерной мысли. Дети также посетили машинный зал и гребень плотины, провели фотосессию. После экскурсии художники поднялись на площадку и приступили к работе. За несколько часов дети выполнили пейзажные этюды как самой станции, так и живописных окрестностей. Заместитель директора художественной школы Просковья Маркова поблагодарила компанию «Росгидро» за прекрасный праздничный день, проведенный на берегу реки, и за возможность написать с натуры такой грандиозный промышленный объект. Приключения итальянцев в России или нешуточные итальянские страсти кипят под куполом Кисловодского цирка. Всемирно известная итальянская династия Тони представляет шоу-программу «Счастливый билет». Об увлекательном путешествии расскажет Светлана Шаганова. «Мой старый цирк, моя любовь, мой старый цирк, бульвар цветной» слова великого артиста Юрия Никулина. Конечно, мы не на Цветном, а на Кисловодском бульваре. Место встречи – Кисловодский цирк, которому 50 лет. И всех радушно встречает вот такой чудесный слон и дарит всем свой счастливый билет. У каждого зрителя в руках счастливый билет. И все мы отправляемся в удивительное путешествие. Каждый за своей мечтой. И вот мы попали в святую святых цирка за кулисы. Так, и кто же здесь находится? Вот они, наши красавицы, две слонихи, которые приехали к нам из Индии. Так, вот так они нас приветствуют. Привет, привет! Скоро их выход на сцену. И вот нас радушно встречают обаятельные артистки – индийские слонихи Ранни и Карла. И кто скажет, что эти милашки неуклюжие? Наоборот, они точно выполняют команду наставников и улыбаются публике. Животные, которые весят более трех тонн, кружатся в вальсе. И делают стойку на передних ногах. Давио Тони признается, что вырос вместе со слонихами, потому что в их семье с ними работают более 40 лет. Еще один зрелищный аттракцион – дрессированные тигры. Шесть хищников четко выполняют команды. Среди полосатых артистов возник роман. И теперь Ромео и Джульетта – семья. Хотя они и хищники, но предпочитают итальянские блюда. Здесь вы окунетесь и в захватывающий мир иллюзий. И зритель не может найти объяснение, как. И в глазах впечатление и удивление. Потому что цирк – это волшебство. И все мы участники этого действа. А этот номер настраивает зрителей на лирический лад. И переносит во времена балов и дуэлей. Эквилибристы на пиршах выполняют сложные трюки на огромной высоте. Здесь не только бравые гусары, но и хрупкая барышня. И такие трюки на сегодняшний день не исполняет никто. Это перелет с пирша на пирш. Аналогов сегодня нет. Это двойной баланс. Когда три человека. Один стоит пирш, потом еще человек стоит пирш. И еще человек там стойку делает. Ну и в принципе все трюки. Появление флага российского, если вы заметили. Это чисто наша патриотическая такая история. На манеже – сафари-шоу под руководством Ивана де Форша. Животные были собраны с пяти континентов. Покорил публику и силач Фахреддин Ахназаров. Самый сильный человек Азии и России. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Он ладонью забивает гвоздь в доску. С помощью зубов сдвигает с места автомобиль. И потом он его переезжает. Благодарность артистам, конечно, овации. А их на премьере было предостаточно. Все же аншлаг. Сказочное цирковое шоу, которое объединяет страны и континенты, не заканчивается. Счастливый билет ждет вас до 9 июля. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, из Кисловодска. Еще одна победа в копилке у наших футболистов. 4-0. Футбольный клуб «Нарт» уверенно одержал победу в матче с футбольной школой «Нальчик». Наши спортсмены показали техничную красивую игру, несмотря на погодные условия. Буквально на первых минутах первого тайма был забит первый, но такой важный гол в ворота футбольной команды «Нальчика». Он и задал темп игре. Первый тайм завершился со счетом 2-0 в нашу пользу. Было видно, что ребята настроены на победу. Трибуны взрывались аплодисментами. Истинных болельщиков не остановила даже плохая погода. «Поддержка для футболистов очень важна, она нас мотивирует», – поделился 14-й номер футбольного клуба «Нарт» Шайгаджи Мурадисов. Сложно не заметить эту поддержку. Они нас заряжают. Можно сказать, мы ради них и играем. В связи с погодными условиями, честно говоря, очень тяжело играть. Но, как видите, нам везет на домашней игре. Будем дальше продолжать в том же духе. Главное – не расслабляться. А сейчас время нашей постоянной рубрики «Интервью». В объективе камеры сегодня Лейла Абазалиева. После окончания МГУ и аспирантуры с отличием в Москве, наша землячка прошла обучение у ведущих психотерапевтов России и Австрии. Лейла Рашидовна работает с детьми и взрослыми, с различными нервно-мышечными нарушениями, расстройством аутистического спектра, задержкой психоречивого развития. Раньше она вела прием в Москве, сейчас преимущественно в Нальчике, а также периодически в Черкесске. О подходе и методе своего лечения, с какими проблемами чаще обращаются люди, об этом и многом другом, интегративный психолог-психотерапевт рассказала в интервью с Лейлой, беседовала Алла Динаева. А я с вами прощаюсь, хорошего вам настроения и всего доброго. Здравствуйте, Лейла, очень рада вас видеть в пресс-центре ГТРК «Крачево-Черкесия». Скажите нам, как вы решили стать психологом, что повлияло на выбор вашей профессии? Здравствуйте. На самом деле, мое первое образование, когда училась в Московском университете, я поступала на философский факультет и училась в политологии достаточно долго, исследовала политические процессы на Северном Кавказе в том числе. И впоследствии какое-то время я работала в этой сфере, то есть в таком государственном консалтинге, связанном именно с первым моим образованием. Ну, впоследствии я стала задаваться вопросом, что как будто бы в моей работе очень большую часть занимает именно общение с людьми. И, наверное, эта часть доставляла мне больше всего удовольствия и была наиболее интересной. И так я стала интересоваться. В целом я достаточно много уделила внимания и времени своей жизни учёбе, и я решила попробовать, одновременно работая, просто пойти попробовать, учиться, изучать для себя психологию. И оказалось, что это в какой-то степени стало настолько значимо в моей жизни, что постепенно процентная составляющая психологии становилась всё больше и больше. И я понимала, что мне нужно как-то менять приоритеты. И в какой-то момент времени я уже приняла решение, что точно да, я буду продолжать обучение. А обучение там, где училась, это венский курс, ну, то есть это российско-австрийская программа. И подразумевалось сначала базовое обучение для того, чтобы войти. И после, ну, непосредственно идёт продолжение, это клиническая часть, где мы непосредственно научимся в большей степени заниматься какими-то более серьёзными личностными расстройствами, нарушениями. И, ну, скажем так, более продвинутый уровень. Вот. При этом весь процесс обучения, он сопровождался большим количеством собственного опыта самопознания, как это называлось и называется. Это чем-то похоже на личную терапию. Это обязательное условие для всех специалистов для того, чтобы пройти квалификацию и мочь работать непосредственно с живыми клиентами, пациентами. Павелла, расскажите о подходе и методе, в котором Вы работаете. Я работаю в интегративном подходе. В какой-то степени это означает совокупность нескольких подходов. То есть, если первое образование психологическое — это экзистенциальный анализ и логотерапия, и он ориентирован больше на уровень личности. То есть, если приходит клиент, то мы работаем с его состоянием здесь и сейчас. Но, кроме того, я изучала и другие подходы. Это транзактный анализ, где мы говорим о бегосостояниях, которые есть в каждом из нас. Это состояние внутреннего родителя, ребёнка, взрослого. И системный подход. Сейчас в большей степени я опираюсь на системный подход, где любой запрос, к которому приходит клиент, пациент, он рассматривается с точки зрения системы, членом которой он является. Будь то ребёнок или взрослый. То есть, в какой-то степени ребёнок может отражать те или иные родительские процессы. И поэтому такой системный комплексный взгляд позволяет на более глубинном уровне найти решение того или иного запроса, с которым обращаются ко мне. Лейла, с чем чаще к вам обращаются пациенты? В большей степени это тревожные состояния, невротические состояния, фобии, панические атаки, нарушения сна. Я бы сказала, что это также состояние ПТСР, то есть после каких-то тех или иных травматических событий, после утраты, перинатальной потери, сложности во взаимоотношениях с партнёрами, с родителями, с детьми. То есть, в принципе, достаточно широкий спектр запросов на сегодняшний день. Не один год проработали в Москве, сейчас продолжаете онлайн-приёмы вести и в Нальчике, и в Черкесске, и в Москве. Вот если сравнить, менталитет-то у нас чуть другой. Вот какие-то трудности, сложности, люди-то разные, вот какие возникают сложности? На самом деле, ввиду того, что я родом из Северного Кавказа, и в какой-то степени, даже будучи в Москве, большинство моих пациентов или клиентов так или иначе связано с Кавказом. Но правда в том, что действительно есть отличия. В первую очередь, они заключаются в том, что здесь в целом на Кавказе отношение к психологии, оно только-только развивается в таком достаточно положительном ключе. Если в Москве это нормальная практика, как мы ходим к терапевту-врачу, и можно обратиться к психологу, здесь бывает решиться сложнее. То есть как будто бы вот первая встреча, очень многие мне говорят о том пациенте, что мы долго думали, насколько это конфиденциально, насколько это безопасно, потому что и Нальчик, и Черкесск — это маленькие города, где практически все друг друга знают. И в этой связи достаточно сложно на Кавказе собирать групповые процессы, потому что я также веду группы, и на группы решаются с большим трудом, потому что в какой-то степени вот этот момент того, что мы как-то можем взаимодействовать, он влияет на то, что доверие пока что только-только вырабатывается к психологии, к специалистам и помогающим практикам. — В Карачево-Черкесии как часто бывает? — Примерно один раз в месяц я приезжаю и веду здесь пациентов. — Правда ли, что психологи сами тоже ходят к психологам? — Да, это правда. — Какую установку себе должен давать человек, чтобы быть счастливым? Как вы считаете? — Мне кажется, в какой-то степени отказаться от ожиданий того, что в жизни будет именно так, как, не знаю, может быть, ожидалось, представлялось, или в тех сценариях, в которых мы выросли или в какой-то степени привыкли жить. — Что жизнь — это не идеальная картинка, да? — Жизнь — это жизнь. В ней нет никаких каратин. Что произойдет через секунду, мы не знаем. — Правила от психолога Лейла. Вот скажите, каких вы правил придерживаетесь и какие рекомендуетесь? — Заботиться о себе по возможности, о своем ментальном, эмоциональном состоянии. И если вы чувствуете, что что-то как-то не так, что вас где-то не хватает, и что ресурс заканчивается, то немножко быть бережнее к себе, не требовать от себя в такие моменты многого, чуть замедлиться. И если есть такая возможность, обратиться к профессиональному специалисту за помощью. Ну, из таких каких-то общих рекомендаций, я думаю, что важно достаточно времени проводить и уделять внимание телу, телесному, потому что все психические процессы, все эмоции возникают непосредственно в теле. Если есть возможность, это свежий воздух, пробулки, медитации, какие-то водные процедуры. То, что вас восстанавливает, это обязательно что-то ваше. И то, что как бы возвращает вас в какой-то степени в тело. Лейла, спасибо, что ответили на наши вопросы. Ну, я думаю, это наша не последняя встреча. Спасибо. Благодарю вас. Очень ценно. Спасибо большое. Буду рада встрече.